МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все они признаны виновными в совершении ряда преступлений против жизни и собственности. Следствием и в суде было установлено, что с декабря 2012 по 2016 годы житель Тверской области Роман Шугаибов, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, покончил с собой в СИЗО. В целях незаконного обогащения и получения постоянных преступных доходов создал организованную преступную группу, в состав которой вошли люди из его близкого окружения и знакомые, перед которыми он лично ставил цели и задачи, участвовал в разработке планов преступной деятельности, в подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе принимая непосредственное участие в них, а также распределял полученные преступным путем доходы. Основной целью преступной группы являлись имущественные преступления против собственности, совершенные путем лишения граждан права на жилое помещение с целью завладения чужим имуществом и последующим получением материальной выгоды в результате его отчуждения. Под прицел участников преступной группы, как правило, попадали одинокие, ведущие социальный образ жизни граждане, имеющие в собственности квартиры в городе Москве. Группа действовала с особой жестокостью и цинизмом. Потерпевшим предлагалось купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость от стоимости квартиры в городе Москве, а разницу денег использовать в качестве прибыли, но после того, как потерпевшие подписывали необходимые документы по купли-продаже квартир, члены группы угощали одиноких москвичей спиртным, в которые подмешивали снотворное, и после того, как потерпевший засыпал, то совершали его убийство путем утопления, закапывания живыми в землю, расстрела, затем тщательно скрывали следы своих преступлений. Участники преступной группы на протяжении 2013-2018 годов орудовали на территории Московской и Тверской областей. Их жертвами стали 9 человек. Деятельность преступной группы пресечена 22 марта 2018. Раскрыть преступление удалось благодаря скрупулезной и целенаправленной работе следователя регионального следственного комитета, направленной на выявление преступлений прошлых лет, тщательному изучению и анализу уголовных дел, производство по которым было приостановлено. Кроме того, раскрытие и расследование этих преступлений стало возможным благодаря объединению усилий, обеспечению единства действий взаимопомощи с Главным управлением уголовного розыска МВД России и регионального ОМВД России. Следствием установлено незаконное отчуждение пяти квартир, стоимость которых составляла от 4 до 8 миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 миллионов рублей. Ранее мы сообщали о завершении расследования уголовного дела в отношении одного из членов группы Рашида Насирова. Приговором суда Насирову назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком на 15 лет. Четверых, непричастных к убийствам, полностью признавших вину и раскаившихся содеянным, коллегия присяжных признала заслуживающими снисхождение. Принес сторон по уголовному делу предположительно пройдут 7 августа. До конца месяца ожидается вынесение приговора.